Г7 призвала Порошенко передать власть Зеленскому. Меркель оценила шансы Еврокомиссии остановить Северный поток-2. США подготовили второй пакет антироссийских санкций по делу Скрипалей. Представители стран Большой Семерки призвали Петра Порошенко плавно передать власть новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому. Отмечается, что в ходе встречи Порошенко с послами стран G7 и Европейского Союза обсуждались осуществленные за время его президентства реформы и их результаты. При этом G7 призывает новое руководство страны продолжить выбранный ею путь реформ. Суть отметить, что 16 мая Верховная Рада Украины назначила инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского на 20 мая. Такое решение поддержали 315 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Напомним, сам Зеленский настаивал на приведение его к присяге 19 мая, считая, что действующие власти пытаются оттянуть дату инаугурации, чтобы лишить его права распуска Верховной Рады в законодательные сроки. Еврокомиссия не сможет остановить строительство трубопровода «Северный поток-2», несмотря на принятие новой газовой директивы ЕС. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Проект практически полностью утвержден. Новая газовая директива дает Еврокомиссии больше возможностей для опротестования, однако и она не воспрепятствует проекту. При этом ключевым моментом в вопросе строительства «Северного потока-2» канцлер назвала Украину. По ее мнению, Киев должен остаться транзитером газа, несмотря на появление нового газопровода. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров в свою очередь отметил, что Германия заинтересована в этом проекте. Немецкая промышленность очень сильно зависит от российского газа. Ангела Меркель достаточно долго и настойчиво поддерживала интересы Украины. Но сейчас она это делает исключительно ради того, чтобы успокоить Киев и своих американских коллег, которые выступают против «Северного потока-2». Меркель в скором времени уходит с политической сцены и сейчас хочет довести до ума российский проект. По словам сенатора, если после завершения строительства у России не будет желания продолжать газовое сотрудничество с Украиной, то Германия не будет настаивать на сохранении транзита. Второй пакет санкций США против России в связи с так называемым делом Скрипалей подготовлен и направлен госсекретарю и президенту страны. Об этом сообщила заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон. Она отметила, что решение будет приниматься на основе общей российской стратегии американской администрации, однако новые меры пока не утверждены. По мнению экспертов, упоминания о новых санкциях против Москвы появились на фоне визита госсекретаря Майка Помпео в Россию и призваны помешать наладить отношения с Москвой. Напомним, что Москва категорически отрицает свою причастность к событиям в Солсбери. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что в деле Скрипалей отсутствуют какие-либо доказательства виновности России.